Мы продолжаем молодежную инициативу в год народного единства. И сегодня мы даем старт разработке современной молодежной одежды с национальной символикой. Мы даем старт самым различным творческим проектам. Мы говорим о том, что сегодня важно развивать, причем на современном уровне, кружковую работу в самых отдаленных регионах, где действительно работают прекрасные, яркие, активные ребята. И сегодня многие из них представили здесь свои проекты. Челнок проходит через основу, пробирается, где-то опускается какая-то ниточка, где-то какая-то, наоборот, поднимается. И получаются вот такие узоры. Для меня это передача традиций моих предков. Я обучаюсь в университете культуры на хоровом отделении. Я преподаватель вокала народного. И с детьми, вы не поверите, что мы иногда делаем... Я включаю народные песни, и мы с ними поем. Я их обучаю одновременно и ткать, и петь. Это идеальный способ для того, чтобы их, скажем так, привлечь к народности нашей. Проект «Цветы Великой Победы» уже стал по-настоящему народной традицией. Не зря красно-зеленая лента прикрепляется именно с левой стороны, ближе к сердцу. Потому что это то, что сегодня связывает нас с миллионами людей, с поколениями, которые добывали для нас эту победу. Молодежь должна учиться от ветеранов, так как они прожили жизнь. Много знают, рассказать могут. Еще нам, как говорится, и 17 лет не было, призывали в армию. Я войну прошел, так сказать, мне пришлось восстанавливать народное хозяйство. Ребята, берегите страну, ибо она нам очень дорого обошлась. Очень дорого обошлась.